Ебы пинетки, выбирать коляску Анастасии на шестом месяце беременности. Но вместо того, чтобы посвятить свое время мыслим о ребенке, врач-гастроэнтеролог вынуждена постигать азы юриспруденции. Неожиданно для себя женщина узнала, что попала в список злостных должников за якобы просроченный микрозайм. Только вот уверяет, никаких кредитов, кроме лишь давно выплаченной ипотеки, она никогда не брала. Но разве объяснишь теперь это коллекторам? Коллекторы требуют денег и говорят, что они планируют перейти к другим методам воздействия на меня с целью возврата этого несуществующего долга. И в конце концов, я даже боюсь уходить по улицам, уже зная, какими методами действуют коллекторы. Она, конечно, пыталась во всем разобраться. Словно историю болезни, досконально изучала все документы, которые удалось найти. Выяснила, что взаемное ее имя оформили по фотографии паспорта. А вместо подписи в договоре указали четыре цифры из СМС-сообщения, отправленного, кстати, на чужой номер. Уверенная в том, что стала жертвой мошенников, Анастасия обратилась в полицию. Но там возбуждение уголовного дела отказали, сославшись на то, что пока ни физического, ни материального вреда женщине не причинили. А руководители организации, выдавшие кредит, заявляют, что не намерены тратить время на служебное разбирательство. Получается, что любой человек, у которого есть серая фотография, непонятно, каким образом сделана моя паспорта, может оформить на меня кредит в вашей организации, правильно я понимаю? Ну, не совсем так. А как? Тогда поясните. Ну, как бы я... Какие еще данные дела? Обсуждать технологии мошенничества по камерам. Как личные данные попадают в руки злоумышленникам, говорят эксперты, догадаться несложно. Взять, к примеру, копии паспортов. Их оставляют при оформлении страховок, номеров телефонов, в медицинских центрах. Многое делается через интернет. А получить тот же микрозайм сегодня можно даже не выходя из дома. Всего за несколько кликов. Это уже не первый день и не один год этой схеме. Только от того лишь, что не проходит должный контроль, не проходит идентификацию, не видят, с кем заключают договор. Все происходит через удаленный доступ, то есть через компьютер. Я думаю, что у них, конечно, нормативными документами это подкреплено, но это не является ни квалифицированной подписью, ни идентификации абсолютно нет. Выяснять, кто мог воспользоваться ее данными, Анастасия намерена с помощью адвокатов. Заявление в суд они уже подали. У моей доверительницы есть требование в висковом заявлении, чтобы микрофинансовая организация внесла соответствующие изменения в Бюро Тредитной Истории, в Национальное Бюро Тредитной Истории. Почему? Потому что в настоящее время Тредитная История испорчена в результате незаконных действий неизвестных лиц. Ей теперь, признается женщина, остается надеяться только на то, что коллекторы в своих требованиях вернуть долги не зайдут слишком далеко и дождутся окончания судебного разбирательства. Дарья Визовая, Ольга Кименчижиди, Сергей Самонов и Александр Ермакова. Телекомпания НТВ. Москва. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...